Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Обзор прессы». Сегодня вашему вниманию, дорогие читатели, будут представлены современные православные газеты и журналы. Вышел в свет новый номер журнала «Православный духовный вестник Саракташского благочиния». Это самый объемный журнал за всю историю его существования. 182 страницы. Расскажу немного о темах выпуска. Номер открывается пасхальными посланиями Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и трех архиереев Оренбургской митрополии. Традиционные новости Саракташского благочиния, среди которых можно отметить объезд прихода в благочинным протеереем Николаем Стремских. В этот раз дополняются участием представителей свято-троицкой Симеоновой обители Милосердия в общеепархиальных мероприятиях. Большое место в издании занимает достаточно редкая в местных СМИ тема иконописи. Помимо общего материала «Православные иконы» сотрудник обители Милосердия рассказала о самобытности икон, писанных на Святой горе Афон. В традиционной рубрике «Оренбургская Голгофа» православный духовный вестник начинает публикацию краткого жития святых, благословленных к общецерковному почитанию, освященным архиерейским собором, состоявшимся в феврале этого года в Москве. По читателям исторической темы, безусловно, будут интересны такие материалы, как «Страницы истории православного Оренбуржья», «Обитель 26 лет спустя», «На родине и в изгнании» и другие. Широко представлена в номере «Литературная тема». Здесь произведения двух оренбургских литераторов – поэтессы Полины Пароль и прозаика Инны Раздольской. Рубрика «Литераторы в гостях у гимназистов» расскажет о визите оренбургских поэтесс и редактора-альмонаха «Гостиный дворик» в православную гимназию имени преподобного Сергия Радонежского. Отдельно стоит материал, посвященный Международному дню космонавтики. В нем прихожанин Покровского молитвенного дома села Гавриловка задается вопросом, был ли крещен первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Команда православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского вышла победителем в интеллектуальной игре «Гора Афон, гора святая». Об этом замечательном событии читайте на 98-й странице издания. В журнале размещены и другие интересные темы, статьи и материалы. Приобрести православный духовный вестник сороктажского благочиния можно в церковных лавках Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. В электронном варианте журнала можно ознакомиться по адресу www.pravvest.ru Представляю вашему вниманию издание Покровской епархии «Газета «Церковная жизнь». Немного о темах номера. Овладеть искусством церковного звона может каждый желающий. На курсах в образовательном центре Покровской епархии в этом убедились все, кто присутствовал на выпускном экзамене первого выпуска курса «Звонарь». Продолжение этой темы опубликовано на первых страницах выпуска. Раздел «Книжная полка» расскажет о том, что читать с детьми. Почему церковь до сих пор сохраняет церковно-славянский язык? Как и для чего была создана славянская азбука? Что может помочь делу просвещения в наши дни? На эти и другие вопросы ответил настоятель храма во имя святителя Спиридона Тремифунского и ромонах Спиридон Савин. Преподобный Пафнутий Боровский практически не оставил после себя письменных трудов и поучений, но основанный святым монастырь до сих пор хранит суровый облик неприступной крепости, донося до нас смутные отголоски пережитых им тяжелых времен. Рассказ об истории свято-пафнутиевой Боровской обители вы найдете на седьмой странице издания. Паломническая поездка — это целое событие. Это и праздник, и отдых, и духовный труд, и полное трудностей и неудобств предприятия, как для самих паломников, так и для тех, кто организует поездку. И сейчас все популярнее становятся такие путешествия. Сотни людей в год отправляются в разные концы христианского мира. Беседа с гидом, экскурсоводом и руководителем паломнической службы Покровской епархии представлена на последней странице выпуска. Из статьи вы узнаете много полезного и интересного. Спрашивайте свежие номера газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Вышел в свет очередной номер газеты «Верхневолжье православное» издания Тверской митрополии. Читайте в этом выпуске. В Твери прошла международная выставка-ярмарка. Более 70 монастырей и храмов России, Белоруссии, Греции, Афона, Украины и Иерусалима презентовали свою продукцию. Фоторепортаж с этого мероприятия вы найдете в разделе «Жизнь митрополии». На следующей странице в рубрике «Староста» есть интересная статья о помощнике настоятеля Тверского храма Рождества Христова Владимире Антоновиче Суслове. Нынешний год стал для Русской Православной Церкви годом тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон. В связи с этой знаменательной датой в газете появилась новая рубрика. Председатель миссионерского отдела Тверской епархии, клирик Воскресенского кафедрального собора Твери Георгий Белодуров начинает познавательный и увлекательный цикл статей о русском Афоне. В день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость» родилась будущая схиегумения Амвросия. Возобновительница Бежицкого Благовещенского монастыря появилась на свет 14 мая 1929 года. История жизни матушки Амвросии представлена в Тверском добротолюбии. В гостях Верхневолжья Православного побывал директор хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково протеерей Вадим Махновский. По просьбе читателей газеты автор статьи «О становлении православной семьи» протеерей Михаил Беляев, клирик Воскресенского кафедрального собора Твери, продолжает рассказ о своем личном опыте. Сейчас в семье отца Михаила и матушки Юлии 12 детей и один внук. Подписной индекс выпуска «Верхневолжье православное» по Тверской области в каталоге российской прессы «Почта России» 31-241. Вышел в свет свежий номер православной газеты. Расскажу немного о темах 20-го выпуска. Слово патриарха Кирилла в день второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского опубликовано на главной странице издания. 3 июня Православная Церковь совершает память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Протеерей Евгений Попеченко в разделе «Церковный календарь» рассказал о святых более подробно. «Радость общения с Богом». Таким заголовком открывается следующая рубрика, в которой митрополит Минский Заславский Павел ответил на вопросы телезрителей. Беседа с первым заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александром Щепковым представлена в разделе «Плод веры». Петербургский Спасо-Преображенский собор – собор всей гвардии. Ведущая Елена Чач рассказала о его славной истории и хранящихся здесь древних чудотворных святынях. В печатной версии программы «Беседы с батюшкой» на вопросы телезрителей ответил ответственный по миссионерской работе Сергеева-Посадского благочиния протеерей Дмитрий Беженарь. Тема выпуска «Почему мы теряем душевный мир?» Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил паломническую поездку к святыням Святой горы Афон. Фоторепортаж этого события вы найдете на 14-й странице выпуска. В печатной версии программы «Есть что сказать» опубликовано интервью с Ольгой Николаевной Куликовской, Романовой. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий отметил юбилей – 35-летие служения в священном сане. Патриаршее поздравление в честь этого замечательного праздника в разделе «Средняя Азия». Библия и священное предание. Почему нам так важно знать, что для нас есть священное писание, священное предание и как они соотносятся в православном вероучении? Материал на эту тему изложен на следующей странице. А продолжение беседы с доктором психологических наук, профессором Уральского федерального университета Юлией Александровной Токаревой вы найдете в разделе «Семейная гостиная». В рубрике «Точка опоры» доктор медицинских наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, священник Григорий Григорьев ответил на вопросы телезрителей. Пасхальная ночь этого года в Екатеринбурге ознаменована 110-метровым салютом. Фейерверк запустили в конце пасхального крестного хода под восклицание «Христос воскресе» на территории храма Целителя Пантелеймона. На 34-й странице представлен замечательный фоторепортаж с места события. Уважаемые телезрители, оформить подписку на «Православную газету» можно с любого месяца и на любой срок. Во всех почтовых отделениях всех регионов России. Подписной индекс «Православной газеты» по каталогу агентства «Роспечать» – 32475. На сегодня все. Всего доброго. До встречи.